Тема 848 Оптимизация налогообложения Моя племянница работает бухгалтером в одном ООО и сообщила, что с 2015 года на малый бизнес, в том числе и на то предприятие, где она служит, накладывается огромное бремя налогов, которые они раньше не платили. Подробностей не знаю, найдете сами в интернете, если захотите. Ее директор вызвал к себе и сказал, подумай над тем, как уменьшить для предприятия налогообложение, потому что иначе бизнес может прогореть. Когда нас прижимают к стенке, повышают налоги, тарифы и прочие поборы, мы начинаем судорожно думать, а как нам выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями. Кстати, очень полезная ситуация для саморазвития, побольше нам разных сложностей, кризисов и проблем. Вот и я, когда сервис рассылок поднял в два раза стоимость обслуживания и впереди замаячило трехкратное увеличение тарифов. Начало искать выход из этой ситуации. У меня было два выхода. Полный отказ от использования рассылок или оптимизации расходов на ее ведение. Добрые люди подсказали мне, как можно так оптимизировать свою базу, чтобы платить в четыре раза меньше. В итоге от повышения тарифов я не проиграла, а даже выиграла, потому что сама еще немного покумекала и заменила неэффективную форму подписки на блок контекстной рекламы, который начал приносить доход моему сайту в три раза больше, чем раньше. Вот что значит правильная оптимизация. Она может не только сократить расходы, но и принести дополнительный доход. Точно так же может быть и с налогами. Как-то читала одну статью грамотного человека, автора не помню, но об этом может рассказать любой грамотный бухгалтер. И он рассказал в ней, что юридическое лицо, другими словами, предприниматель может платить налогов меньше, чем лицо физическое. Мы с вами. Простой пример. Физическое лицо получает зарплату, с нее платят налоги, подоходный налог и прочие платежи за квартиру, машину и прочие расходы. На личную жизнь и удовольствие остается самый мизер. Предприниматель же сначала тратит деньги на себя и на свою фирму, а потом уже платит налоги с той суммы, что осталось. Задача налогового оптимизатора – законно снизить налогооблагаемую базу, чтобы предпринимателю на себя и на фирму осталось достаточно денег. Государство нас этому не учит. Зачем? Если его цель – собрать побольше денег с предпринимателей. Но те, кто займется подобным обучением и консультированием, поможет и малому бизнесу, и себе. Подобные курсы и консультационные фирмы уже есть, особенно в больших городах, но далеко не везде. И малому бизнесу в небольших городах с 1 января 2015 года придется особенно худо. Помогите малому бизнесу выжить, и вы обеспечите себе безбедное существование. Потому что такой бизнес вечен в любом экономическом пространстве, а во времена экономических кризисов и повышения налогов он особенно прибылен. Субтитры сделал DimaTorzok